Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. По итогам 2022 года удельный вес положительных оценок управления составил 62,78%. Люберецкие полицейские подвели итоги работы за 2022 год. Большинство водителей соблюдают закон и привозят детей в детском удерживающем устройстве, а также пристегнутым ремнем безопасности. В Огге состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Это ваш подарок, вы принесли же. Так, ну это маме тогда дадим в помощь для самого юного, самого молодого. Благодарительная акция «Ёлка желаний» продолжает исполнять мечты. Радуюсь, что будут детские площадки, радуюсь, что будут площадки для выгула собак. В целом звучит все хорошо. Что еще появится в парке «Лесная пушка» в Октябрьском, расскажем в сюжете. А теперь подробнее об этих и других новостях. Сотрудники управления МВД России Люберецкая подвели итоги работы за 2022 год и обозначили ключевые задачи на ближайшие 12 месяцев. С отчетным докладом выступил заместитель начальника управления, полковник внутренней службы Максим Фоменко. На территории обслуживания управления установлено более 11 тысяч камер наружного наблюдения. Они подключены к системе «Безопасный регион». Благодаря их работе по горячим следам раскрыто 104 преступления и выявлено 151 административное правонарушение. Общая цифра зарегистрированных сообщений о преступлениях и происшествиях возросла на 32%. Увеличилось количество разбойных нападений. Совершено 21 убийство, 12 изнасилований. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, квартирных краж и краж транспортных средств зафиксировано меньше. В 2022 году больше раскрыто преступления общеголовной направленности на 2%. Больше раскрыто тяжких на 17,5% и особо тяжких на 6,3% преступлений. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, снизилось почти вдвое. Сократилось и количество ДТП. По итогам 2022 года удельный вес положительных оценок управления составил 62,78%. В общем рейтинге среди подразделений Московской области наше управление занимает 20 место. По результатам инспекторских проверок, проведенных Министерством внутренних дел Российской Федерации и Главным управлением МВД России по Московской области, деятельность Люберецкого управления получила удовлетворительную оценку. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Депутаты Совета депутатов во главе с председателем Совета Владимиром Ружицким посетили офис Люберецкой службы 112 и проверили работу системы «Безопасный город». Подробности визита в следующем материале. В ходе визита депутаты и руководство ЕДДС обсудили перспективы развития самой службы и системы «Безопасный город». Количество камер видеонаблюдения в округе ежегодно растет на 10%. Скоро будет 10 тысяч. На улицах для оповещения населения установлено 17 сиреноречивых узлов. Задачи на ближайшие годы число приборов удвоить. Работать, развиваться, повышать качество обслуживания населения и делать все для того, чтобы люди знали, были уверены, что служба эта нужна, служба полезна. И она позволяет людям решать все те их сложные задачи. В этом году пропорционально росту задач, возложенных на службу, ожидается и рост численности сотрудников Люберецкой ЕДДС. Необходимо увеличить фонд оплаты труда. Виталий Богданов попросил депутатов оказать содействие в вопросе финансирования. В очередной раз могу сказать только спасибо за то, что администрация городского округа Люберцы, совет депутатов городского округа уделяют нам постоянное внимание, проявляют заботы и интересуются нашей жизнью. В завершении визита депутаты посетили оперативный зал 112. Двум сотрудникам Владимир Ружицкий вручил благодарности Совета депутатов за высокий профессионализм и добросовестный труд в системе ЕДДС. Награда нашла героя, я не знаю, чем это вам поможет, но, по крайней мере, для морального какого-то увлекторения, возможно, да, вам спасибо за труд. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах провели оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Оно направлено на предупреждение и пресечение нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Об итогах очередного рейда расскажут мои коллеги. Нулевой километр Егорьевского шоссе. Сотрудники госавтоинспекции останавливают транспортные средства один за другим. Если в салоне находятся дети младше 12 лет, спрашивают о наличии автокресла, которое обеспечивает безопасность ребенка в случае аварии при экстренном торможении или резких маневрах. Я вам хочу напомнить о том, что детей нужно пристегнуть ремнями безопасности, также помещать их в детское удерживающее устройство. Отлично. Детское удерживающее устройство. Сергей Зубков всегда путешествует с семьей. Сейчас ребята отдыхают у бабушки, но детское кресло постоянно в машине. Первый ребенок, второй ребенок всегда в креслах, бустеры, не бустеры, но как-то ездим всегда на машине и стараемся, чтобы дети всегда были в безопасности. Такие рейды в округе проводят регулярно. За час инспекторы остановили более 200 автомобилей и оформили один протокол. Большинство водителей соблюдают закон и приводят детей в детском удерживающем устройстве, а также пристегнутым ремнем безопасности. Если ребенок не пристегнут ремнем безопасности, либо не находится в детском удерживающем устройстве, то водитель подвергается административной ответственности. Для недисциплинированных родителей предусмотрен штраф – 3000 рублей. Однако водителям стоит опасаться не штрафов за отсутствие детского кресла, а последствий, которые могут возникнуть в случае ДТП. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Пешеходные экскурсии и безопасная дорога в школу Люберецкие госавтоинспекторы проводят в округе регулярно. Сегодня ее участниками стали ученики 5-й гимназии. Тему продолжит Богдан Колесников. Основная цель профилактического мероприятия – научить детей навыкам безопасного поведения рядом с проезжей частью и на дорогах. Мы с вами подошли к пешеходному переходу. Перед вами знак. Как он называется? Пешеходный переход. Пешеходный переход. Что же он означает? То, что здесь можно переходить дорогу. Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения в первую очередь уделяют внимание школам, которые расположены вблизи дорог. Здание 5-й гимназии находится между улицей Мира и Октябрьским проспектом. Здесь интенсивное движение транспорта, есть нерегулируемые пешеходные переходы. На таких мероприятиях дети практически понимают, как правильно переходить дорогу. Какие знаки существуют на дороге, на какие знаки стоит обращать внимание. Четвероклассники вспомнили значение знаков дорожного движения, изучили места, где можно безопасно переходить проезжую часть. Мне было интересно, как переходить дорогу. Я каждый день хоть и перехожу, но все равно интересно. И узнаю я новые знаки, которые никогда не знал. Гимназистам раздали памятки и свето-возвращающие элементы. При переходе через дорогу в темное время суток они позволят водителям увидеть пешеходов на расстоянии. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Краскове на улице Мичурина полным ходом ведут строительство школы на 1100 мест. Общеобразовательные учреждения в поселке переполнены, поэтому жители ее открытия очень ждут. На каком этапе строительства находится объект, узнали мои коллеги. Пока здесь нет ни уютных кабинетов, ни просторного спортивного зала. Но их очертания уже видны. Школу на улице Мичурина возводят быстро. И самое главное – качественно. В данный момент около 50 человек заняты на монолите. Порядка 10 человек заняты кладкой внешних стен. Внутренние стены, подземные части мы уже завершили. Ожидаем, когда монолитчики завершат свою работу, чтобы завершить кровлю, кладку и начать монтаж окон и дверей. Сейчас на объекте возводят монолитные конструкции, продолжают работы по укладке наружных инженерных сетей. В левом крыле здания уже приступили к строительству третьего этажа. Работы ведут в строгу, в соответствии с графиком утвержденным. Значит, стремимся 1 сентября эту школу завершить. Невзирая на морозы, современные материалы и технологии позволяют вести строительные работы. Сомнений в том, что уже осенью школа распахнет двери, ни в администрации округа, ни у подрядчиков не возникает. Новый год – это время, когда сбываются самые фантастические мечты. Люберчанин Илья Шубин, как и многие юные россияне, написал письмо Владимиру Путину. Поздравил главу государства с Новым годом и попросил подарок. Из Кремля ответили. Здравствуйте. Новый год семья Шубиных встречает в новом доме. В семье трое детей. Письмо Владимиру Путину написали все. И на одно из новогодних посланий президент откликнулся. Письмо писал президенту. Дед Мороз тоже получил письмо. Мой президент вручил нам важную массу. Достови коробку. Нет, коробки не ставили. Об этом писал. Подарок от Владимира Путина вручил глава округа Владимир Волков. Автор письма – ученик седьмого класса Илья Шубин. Я хотела попробовать. Никогда не писал, но сейчас попробовал. Написать получилось. Идею написать письмо президенту России Илья вынашивал долго. Два дня. Выбирал, что попросить. Телефон, настольную игру или умную колонку. Остановился на колонке. А то у сестер есть, а у него до этого момента не было. Они все писали. И девочки писали, и Илюша писал. Ну, как бы, просто им захотелось. Первый год. Говорят, давайте напишем. Говорят, напишите. Я даже не знала, что они написали, поэтому был сюрприз. Семья Шубиных спортивная. Илья занимается самбо и спортивной гимнастикой. Сестры – Надя и Ульяна – акробатикой и художественной гимнастикой. Девочки получили новогодние подарки от главы округа. Хочется вам пожелать в новом году, чтобы познавали все новое, росли, набирались сил, слушались, конечно же, родителей и обучались таким современным технологиям. Подарки вручены. Семья и гости отметили приближение Нового года за чашкой чая. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» помогает исполнить мечты детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Только в дни новогодних праздников исполнены заветные желания 50 люберецких мальчишек и девчонок. В этой квартире всегда звучит звонкий смех. У Алены трое детей. Новый год встречали все вместе. За столом не хватало только главы семейства. 12 октября его призвали. Он поехал и понял, что нужно защищать свою родину. Не стал ни бегать, ничего. И ждем его, конечно же, домой с победой, чтобы была победа, конечно же. Очень любим. В декабре ребята написали письмо Деду Морозу. Вова мечтает о беспроводных наушниках, а его сестренка – о коньках. Стишок, может, расскажешь. Дед Мороз улыбки, да, у нас приходит Новый год. И с собой душей приводит, и подарки всем несет. Вместе с зимним волшебником в гости к ребятам пришел депутат Государственной Думы Роман Терюшков. Это ваш подарок, вы принесли же самому юному. Так, ну это маме тогда дадим в помощь для самого юного, самого молодого. Богдану, которому нет и года, подарили ходунки. Роман Терюшков всех поздравил с праздниками и взял на карандаш просьбу Алены, которая озвучила проблему с выплатами ее супругу. Мы отправили в Министерство обороны, у нас же прямая договоренность. Как раз такие вопросы отрабатывать вместе с замминистра через наш профильный комитет Государственной Думы. Мы тогда, соответственно, этот вопрос решим. Хотя Новый год уже позади, всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» продлится до конца февраля. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Малаховском парке для юных жителей поселка провели новогоднее представление. Организовали праздник управляющие компании, которые работают в Малаховке. На елку пригласили всех желающих. Мы елочками стали друг, друга ветками достали два. Новогоднее представление рассчитано на два часа. И по традиции его открыла Снегурочка. Впервые устраиваем. Мы только в этом году пришли работать на территории Малаховки. На территории городского округа Люберца мы работаем давно и устраиваем такие мероприятия ежегодно. Только в этом году на территории городского округа Люберца мы провели 12 подобных мероприятий. В программе выступления сказочных персонажей, конкурсы, загадки, танцы и зимние развлечения. Мне все нравится. Все так красочно, прикольно. Прикольные задания. Вот тут сосульки, когда показывали, я принимал участие. Вот сейчас мы тут в паровозике ходили. Настроение хорошее, праздничное, новогоднее. Очень нравится эта игра. У нас в школе почему-то не было елки. Я очень хотел попасть на елку, наконец-то попал. Очень рад. Организаторы праздника, управляющие компанией «Наш дом», «Жеу-сервис», «Мужеп» и «Теплолюб». Мы пригласили всех желающих. Мы разместили приглашения в социальных сетях, на подъездах, на квартирных домах, в образовательных учреждениях. Мы пригласили фонд «Счастье рядом». Для всех детей организаторы приготовили подарки и сладкий стол. Печенье, конфеты и горячий чай. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В парке «Наташинские пруды» прошел праздник любви и тепла. Вместе с жителями округа в сказочную атмосферу окунулись и мы. Конкурсы и спортивные состязания. Каждый мог проверить себя на ловкость, поиграть в городки и хоккей с мячом. Люберцы – замечательный город. У нас замечательные люди, замечательные ребята. Ребята, вы счастливы? Молодцы! Я думаю, что, глядя на вас, старшим хочется жить, радоваться, делать все для того, чтобы таким ребятам было хорошо, красиво и уютно жить. Счастья, здоровья и веселитесь на то и праздники. Правила старинной русской игры – городки или по-другому ее называют рюхи. Старшему поколению знакомы с детства. Взял палку и сказали – бросай, попадай. И все, и научился. Мастер-класс по изготовлению рождественских ангелов провели в резиденции Деда Мороза. Продолжает работу и почта зимнего волшебника. С начала новогодних праздников маленькие жители округа написали более трех тысяч писем. Наши пингвины работают слаженно. Мы трудимся тут с утра до вечера. Все письма погрузили в коробочку и отправили в Великий Усть-Дедушке Морозов. Не обошлось на праздники без сюрпризов. Дед Мороз привез с собой в Люберцы две большие корзины со сладостями. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В период новогодних каникул в трех дворах поселка Октябрьский прошли новогодние представления. Организаторы – администрация округа и коллектив культурно-досугого центра «Октябрьский». Об одном из мероприятий в материале моих коллег. Двор на Комсомольской 6 – один из старейших в поселке. Большая часть семей – многодетные. Живут соседи дружно. Дети танцуют, взрослые обмениваются новостями. Устанавливают это уже не первый год. У нас елку во дворе, так как у нас очень много многодетных семей на улице. Устанавливают елку, представление делают. Конечно, очень большое спасибо им. Первый раз в такой вот праздник. Очень хорошо. Центр двора – танцевальная площадка. Главный герой мероприятия – символ 2023 года «Кролик». Аниматоры – специалисты культурно-досугового центра «Октябрьский». В программе выступления лучших творческих коллективов. Родилась такая традиция, но она давнишняя традиция – поздравлять всех соседей с Новым годом. И вот мы решили точно так же это сделать более организованно. То есть собрать команду аниматоров, артистов и проехаться именно по дворам. И поздравим всех жителей с Новым годом. В программе и мастер-класс «Варежка Деда Мороза». При изготовлении варежки дети проявили свои таланты в аппликации, рисовании карандашами и красками, работе с наклейками. Мы будем делать вот такого плана. Даже вот такие маленькие варежки. Так что ждем всех к нам на мастер-класс. Обязательный атрибут дворового праздника – сладкий стол. Кондитерские изделия и горячий чай. Представление в разгаре. К ролику присоединились Снегурочка, Дед Мороз и глава округа Владимир Волков. Растите большие, слушайтесь своих родителей, растите здоровенькими, набирайтесь сил. Ну и, конечно же, взрослым терпением в новом году, в 2023 год для нас будет интересный. Люберцам исполняется 400 лет, так как мы единый опыт, будет много мероприятий интересных. Владимир Волков пообщался с люберчанами, которые, пользуясь случаем, задали главе ряд вопросов. А потом принял участие во вручении подарков юным люберчанам. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберецком дворце культуры прошел благотворительный концерт с участием детского театра-студии «Непоседы». Артисты представили театрализованные номера и исполнили песни о мире, дружбе и добре. На музыкальном празднике побывали и мы. Фойе дворца культуры многолюдно. Перед концертом – творческая встреча с детской писательницей Еленой Веленой. Автором популярной серии книг «Добрые сказки о простых вещах». Для детей писать нетрудно. Трудно сделать так, чтобы они были светлые, добрые. Потому что настроение иногда бывает не очень хорошее. Особенно, когда новости прочитаешь. Но стараешься думать о светлом, о прекрасном. Стараешься любить людей. И тогда, когда об этом помнишь, получаются добрые сказки. Ребята в предвкушении праздника. До начала выступления «Непосед» остается несколько минут. «Это моя любимая группа и сегодня они будут выступать». «Я пришел, чтобы было хорошее настроение и чтобы побыть с друзьями». В зале ни одного свободного места. Здесь семьи мобилизованных люберчан, ребят из многодетных семей и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Праздник дружбы и добра объединил более 500 мальчишек и девчонок. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В этом году в поселке Октябрьский благоустроят парк «Лесная опушка». Площадь лесопарковой зоны, которая преобразится, 119 гектаров. Территорию, где весной стартуют работы, проинспектировал глава округа Владимир Волков. Благоустройство парка «Лесная опушка» – один из крупнейших проектов, которые реализуются в округе. Средства выделены из областного бюджета. Концепция готова. Прошла публичное слушание. Утверждена. Правда, по словам местных жителей, найти документ в открытых источниках невозможно. У нас это секретный какой-то тайный проект. В общем, на сайте администрации, да, был бы классно. Конечно, на сайте администрации мы его развестим сегодня. Сегодня, чтобы сегодняшний день он был. Поэтому все должно быть, по крайней мере, эта концепция должна быть там, чтобы было понятно. Без нее так все домыслы, слухи, сплетни. Кто-то скажет, что здесь дома многоэтажные будут строить. Более 100 гектаров. Площадь, которую затронет благоустройство. Работы начнутся, как потеплеет. Сначала удаление деревьев. Оно минимальное. Только ветхие и аварийные. Потом реализация остальных этапов концепции. Соответственно, здесь будет обустроено порядка 13 тысяч квадратных метров велодорожек, пешеходных дорожек. То есть по концепции предусмотрено, что никаких асфальтовых покрытий не будет. Все будет выполнено в экологическом, природном стиле. Также проект предусматривает две площадки для занятий воркаутом, несколько детских площадок, огораживание озера, несколько входных групп, кафе, пункт проката, покрытие дорожек, песок, мульча, гравийная смесь. У нас вообще в поселке нет площадки для выгула собак. Вот это предусмотрено, это концепция или нет? Площадок для выгула собак будет две. Владимир Волков поручил проработать вопрос, на котором жители заострили внимание, более детально. И если двух площадок мало, добавить третью. Радуюсь, что будут детские площадки, радуюсь, что будут площадки для выгула собак. В целом звучит все хорошо. Хотелось бы теперь это все более раскрыто, подробно увидеть в открытых источниках, опубликованное для остальных жителей. На сайте надо пометить, что это красное знамя, что мирный здесь находится, чтобы люди ориентировались. Здесь ничего не понятно, как же военное. Мы сегодня соберемся с архитектурой, архитекты как раз таки более понятно нарисуют, где какой микрорайон, откуда входы, стрелочки будут. Последний вопрос от жителей. Автостоянка у входа в парк, огороженная глухим забором. По информации люберчан и местных властей, объект функционирует без разрешительной документации. Если все соответствует действительности, то стоянка будет демонтирована, сказал Владимир Волков. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. День сказочника. Новогоднее представление, которое прошло в дни новогодних каникул в парке культуры и отдыха «Малаховское озеро». Организаторы, комитет по физической культуре и спорту, поэтому праздники еще и спортивные. Подробности в следующем материале. Новогоднее представление в Малаховском парке. Мероприятие традиционное. На берегу Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. В воде члены Малаховского клуба закаливания и зимнего плавания «Джентльмены удачи». Название нашего клуба пришло быстро. То есть на нашем клубе «Джентльмены удачи». Мы все знаем советскую комедию «Джентльмены удачи». Как раз по сценарию фильма «Шлем Македонского» был спрятан на этом озере, на Малаховском озере. Клубу закаливания 8 лет. Сейчас в его рядах 20 человек. Ольга Третьякова в клубе с 2017 года. Говорит, что всегда мечтала стать моржом. В воду зашла несколько раз. В воде, смотря по самочувствию, по погоде, по настроению. То есть можно больше, можно меньше. Но лучше плавать. То есть не просто как бы побыть в воде, а лучше подвигаться в воде. Тогда легче. Число сторонников здорового образа жизни растет. Только в рамках этого мероприятия в моржи посвятили 5 человек. Новичок окунается. Затем следует водружение на голову шлема Александра Македонского из старой пожарной каски. Идея нашего клуба – это популяризарство, здоровый образ жизни. Мы на личном опыте показываем, что можно проводить время свободно, используем для здоровья и без дополнительных допингов. Поэтому вот это наша миссия. Мы с вами примером показываем, как можно отдыхать трезво. Из проруби в мобильную баню-палатку с печкой отогреваться. Ее предоставил комитет по физической культуре и спорту, который участвует в организации всех зимних мероприятий для моржей. Мы им помогаем. В этот раз организовали им теплую палатку, баню, горячий чай на таежных травах. Это все, что касается здорового образа жизни. Тем временем юные воспитанники Люберецкой школы Олимпийского резерва преодолели сказочную лыжню, которую проложили в Малаховском парке. Подарки получили все участники забега. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Эффективно избавиться от лишних килограммов, набранных за новогодние праздники, и обрести привычную форму предлагают врачи косметологической клиники «Бьюти Слим». Здесь же можно пройти и другие процедуры для красоты. Подробнее о работе клиники в следующем материале. Косметологическая клиника «Бьюти Слим». Решение вопроса, с которым пришел клиент, начинается за столом администратора. Все специалисты клиники имеют высшее медицинское образование. Наша клиника соответствует всем стандартам Роспотребнадзора и имеет медицинскую лицензию Департамента здравоохранения города Москвы. Консультация завершена. Клиент направлен в кабинет врача-дерматолога. Процедура называется «Криолиполис». Помогает избавиться от лишних сантиметров. Это аппаратная методика, которая позволяет избавиться от избытков подкожно-жировой клетчатки. За счет воздействия вакуума и низких температур происходит разрушение жировых клеточек. И потом, благодаря лимфатической системе, все выводится из организма. За одну процедуру в талии можно потерять до 5 сантиметров. Все действия врача безболезненны, безопасны и физиологичны. Результат заметен уже через 4 недели. Максимальный эффект достигается через 3 месяца. Локализация жировых отложений может быть разная. В области живота, второго подбородка, боков, ягодиц, рук. В клинике «Бьюти Слим» работают со всеми случаями. Врачу, чтобы ускорить разрушение клеток жира, требуется 30 минут. В работе используется самое современное оборудование. В нашей клинике находятся 11 аппаратов, которые соответствуют всем стандартам и технологиям. Данные аппараты применяются как по лицу, так и по телу. Также хочу отметить, что в нашей клинике есть и инъекционные методики. Это такие, как мезотерапия, биоревитализация, уколы ботекса. А также процедуры по коррекции фигуры. Клиника «Бьюти Слим» новая. Открылась в сентябре. Площадь почти 100 квадратных метров. Одновременно врачи принимают 4 клиентов. Как женщин, так и мужчин. В кабинете косметолога-эстетиста сеанс безинъекционной мезотерапии. Она заключается в том, что под высоким давлением воздуха мы вводим питательные вещества, которые нужны по данному типу кожи. То есть мы подбираем сыворотку, либо коктейли, которые подойдут данному клиенту, данному пациенту под его проблемы. Процедура длится 15-20 минут. Ключевое здесь то, что она безинъекционная. И отлично подходит для пациентов, которые предпочитают обойтись без уколов. Рекомендуется курс из 5-10 сеансов. Потом врача можно посещать раз в 3-4 месяца для поддержания эффекта. Сразу после первой процедуры виден результат. Все очень нравится. Очень вежливые и отзывчивые врачи. Все прекрасно. Мы стремимся достичь понимания с каждым клиентом. И предоставляем новым пациентам консультацию косметологов подарок и скидку 25% на любую первую процедуру. В косметологической клинике Бьюти Слим вас встретят настоящие профессионалы. Которые приложат все усилия, чтобы достичь желаемых вами результатов. Клиника находится через дорогу от выхода номер 3. Станция метро улица Дмитриевского. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте LRT.TV или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова